здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня мы с вами начнем учиться прясть вот у меня сегодня собачья шерсть вот сколько нужно сделать работы сколько сил потратить чтобы получить вот такую красивую ниточку ровненькую не очень ровненько скажем так но носим ниточку это у меня для вязания носков приготовлено так вот значит собачья шерсть честно говоря она не очень не очень для обучения придению но у меня ничего нет так что придется учиться на ней мы берем обычную газету на которую будут у нас сыпаться мусор песок там различные которые всегда бывают в шерсти это шерсть слава богу не уличной собаки а не дворовой такой а комнатной поэтому не такая грязная обычно в шерсти может быть и репей и все что угодно которые вы потом это обнаруживаете в чистой шерсти например в кауне говорят бывают разные соломинки потому что это все таки натуральная шерсть и животные наши спят на соломе ходят едят так что что уж есть зато натуральная все начинаем чистить шерсть шерсть нужно размять растеребить так сказать что получилось хорошее такое волокно пушистое из которой будут легко скручиваться нить обычно конечно я кладу эту газетку на пол так удобнее получается но сейчас нужно показать вам ну что поближе вот мы теребим видите это шерсть не очень длинное волокно они здесь и разной длины и разной толщины 6 это обычно или вычесывают а уличных собаку дворов я знаю вообще можно подбирать например у кавказских овчарок не рассказывали просто попробуй к ее расчищаться без шерсти а весной когда они линяют то это шерсть летает по всему двору вот тогда вот и можно вертобрать но в каком на вот виде конечно это ужас но шерсть овчарок обычно длинная у кавказских есть и очень легко хорошо мы шерсти растягиваем не отрываем стараемся чтобы она тянулась так вот как такое волокно вот так тихонько утерепим видите она совсем не длинная но все-таки волокно такое приятное она у меня будет разноцветная но для носков это нормально и серая есть и все видите здесь собачья шерсть обычно очень колючая потому что мы ее вычесываем и у нас выходит не только подшерсток но и обычная шерсть подшерсток такой пуховый обычная шерсть естественно такая грубая там такие ось и который как раз и курят ну что же делать очень вот так вот мы растягиваем растягивая у нас получается целого куча видите здесь какие-то ладно может у вас получше шерсть вот овечье например она очень длинная а уж про всяких альпак прокос которых это специально выводят для шерсти уже и говорит не чем вот посмотрите вот какое волокно тянущееся получает вот видите какое оторвать нельзя но мы же не можем я не могу вам показать как я всю шерсть буду чистить так ведь так что придется нам вот этот очищенную нашу шесть оторвать вот она как тянется видите тянется вот у нас получилась такая небольшая кучка но я естественно до этого уже почистила покажу вот у меня уже такая кучка шерсти что же мы с ней будем дальше делать эту кучку сейчас нам нужно будет подготовить для придения нам нужно свернуть уголку вот это вот сворачиваю не очень долго но все таки чтобы у нас потом легко хорошо вытягивалась кто-то может быть делает по-другому но мои бабушки жили в глухой удмуртской деревне и как они делали как они нас научили так я и делаю всю жизнь ряд сейчас приходится слава богу не часто но заказа бывают и шерсть не оставляют я своей собаки мы вот видите это вот нужно убрать и и вот так вот мы не очень туго не очень туго но как бы нормально так сворачивая и завязывая все наша 6 готова к придению все давайте подготавливать свою шерсть теперь мы ее это привяжем к палочке палочки и в следующем видео я вам покажу как собственно происходит сам процесс поведения все на этом сегодняшнее видео заканчиваю давайте работайте если вам интересно посмотрите следующие видео все до новых встреч